Колонна квадроциклистов и автомашин с флагом растянулась более чем на километр. Экипаж ГИБДД сопровождает участников. Первая остановка – памятный знак «Рубеж обороны» у деревни Рыбушкино. Именно здесь, на рубеже обороны, в ноябре-декабре 1941-го, 144-я стрелковая дивизия, входящая в состав 5-й армии Западного фронта, в результате тяжелейших кровопролитных боев остановила немецко-фашистских захватчиков. И с этого рубежа в начале декабря 1941-го началось изгнание врага с подмосковной земли. Участники квадропробега возложили цветы к памятному месту. Мероприятие вообще организовано для того, чтобы почтить память наших одинцовских земляков, ну и не только, которые отдали свою жизнь на полях нашего одинцовского района. Вечная память, сердце. У меня самого деда один фронтовик и второй фронтовик, и правда оба вернулись с войны, заработали ордена, медали. Я горжусь ими, это мои герои. Вечная память тем, кто проливал кровь за нас с вами. Кроме членов общественной палаты, в акции приняли участие консультанты-эксперты, профессиональные квадроциклисты мотоклуба «Гризли» и местные жители. Многие приехали целыми семьями. Для нас это, конечно, огромная победа. И хочется сказать, что нужно не только 9 мая, 10 мая вспоминать о наших дедах, о наших бабушках, о родедушках, которые сделали такое великое дело для нас, сделали нас свободной, освободили от фашистов. Хочется, чтобы каждый день мы об этом помнили, чтобы в сердцах мы несли всю эту память, чтобы жили бы все по совести, и чтобы не стыдно было нам жить, и чтобы им было наверху, на небесах не стыдно, чтобы они понимали вообще, зачем они это сделали, и чтобы гордились нами. Воинский мемориал в селе Каренское был вторым на маршруте квадроциклистов. Здесь участники провели митинг памяти погибшим воинам. На каждом мемориале выбиты фамилии тех, кто не вернулся с боя. Весь маршрут квадропробега составил 40 километров. Участники посетили все отдаленные воинские мемориалы сельского поселения. Это наша память, наша гордость, наша победа. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.